К другим темам. Строить больше и лучше, не забывая о доступности. В минувшие выходные представители строительной индустрии и муниципальных органов власти поговорили о насущном. В отрасли наметились серьезные перемены к лучшему, но есть и нерешенные проблемы. Дмитрий Квалев подробнее. В два раза больше и это не предел. В республике значительно увеличились объемы вода в эксплуатацию многоквартирных домов. За этими цифрами стоит огромная работа. Чувашия начала активнее предоставлять застройщикам свободные площадки. Теперь эти территории называют точками роста. Богданка, новый город, окраина Новоюжного района. На строительную отрасль власти делают ставку. За январь-сентябрь 2017 года наблюдается рост объема производства строительных материалов и конструкций. Ожидаемый объем отгруженной продукции по производству строительных материалов составит более 5,6 миллиардов рублей. Сколько бюджетных средств вкладываем в строительные отрасли, могу сказать, как ли четвертый рубль в строительные отрасли, это бюджетные рубли. По нашим государственным социальным программам, вот недавно состоялся Государственный совет Российской Федерации, вы уже знаете, и наша республика была названа в числе лучших регионов Российской Федерации по эффективности использования бюджетных средств по государственным программам. Но локомотив экономики то и дело тормозят проблемы. Некоторым районам не удалось выполнить план ввода жилья. Глав муниципалитетов призвали к ответу. В своих отчетах они обрисовали конкретные планы. Темпы должны повыситься до конца этого года. Но сделать это многим будет непросто. Больше всего отстал от других Канажский район. Планы у нас на последний квартал таких дней. В октябре 5000 квадратных метров, в ноябре 10 тысяч, в декабре 11300 квадратных метров. То есть и в прошлом году мы ввели последний квартал, и в этом году мы его введем. А почему это происходит? Потому что в летнее время они строятся, а сейчас идет оформление документов. Основное строительство идет у нас практически все индивидуальное за счет хозяйственных способов строить жителей. Но несмотря на это, мы, главные сельские поселения, еще раз откорректировали свои действия. Тот план, который нам обозначен по итогам четвертого кварта, мы надеемся, выполним. Конечно, из года в год, к сожалению, становится нам тяжелее строить, потому что еще один такой фактор есть. К сожалению, стареет население. Руководители организаций тоже намекали на проблемы. К примеру, одна из чебоксарских компаний не может сдать в эксплуатацию более 70 тысяч квадратных метров. А все из-за того, что к домам не удается подключить электроэнергию. Все эти вопросы, которые возникают, они очень порядка, их надо снимать. Вот так полгода ходить, соответственно, согласовывать. Когда люди уже приобретают жилье, отделывают, им надо уже переселяться в новые приобретенные квартиры. Там же есть люди, которые кредитные линии оформляют, проценты платят. Конечно, это не боже. Это можно рассенивать или вредительство, или еще что-то там. С трудностями при оформлении необходимой документации сталкиваются многие руководители. Зачастую застройщикам с опозданием выдаются технические условия. Хотя на разных уровнях были достигнуты договоренности. Пробуксовка соглашений наблюдается на уровне муниципалитетов. Еще одна проблема – повышение цен за квадратный метр. Они растут с каждым годом. Мы сегодня приблизились к планке уже по статистике в 40 тысяч квадратный метр. Ну, это, в первую очередь, касается двух городов – Чебоксар и Новый Чебоксар. Это недопустимо. Все-таки 40 тысяч для Чебоксар дорого. Соответственно, как Михаил Васильевич говорит, необходимо создавать площадки, увеличивать конкуренцию. В ближайшие годы в республике должны увеличиться объемы строительства жилья и эконом-класса. Реализовать эти проблемы возможно только, если государство и бизнес объединят усилия. Местные власти предоставляют застройщикам земельные участки, которым уже подведены коммуникации. Правда, эту работу удалось наладить еще не во всех районах. Проблемы, которые озвучили участники совещания, глава региона взял на контроль. Их решение не должно затянуться. Медрик Валев, Светлана Аликимова и Александр Петров. Республика. Редактор субтитров А.Семкин